Сотрудничество на благо курорта будет взаимовыгодным. Туроператоры предложат туристам отдых в мини-гостиницах. За каждой детской площадкой закрепят ответственного. Такое решение было принято на сходе жителей Бытхи. Билет в один конец. За решетку выиграли двое приезжих. Угрожая оружием, они ограбили билетную кассу. Академия здорового ребенка поможет вовремя выявить недуг. Врачи начали экспресс-обследование школьников. Большинство дорог на юге страны перегружены. В частности, речь идет об автомагистралях в Краснодаре, Большом Сочи, Ростове-на-Дону и Волгограде. Об этом заявил Владимир Устинов. Развитие транспортной сети полупредпрезидента России в ЮФО обсудил с главами региона. В том числе участие в заседании принял глава Кубани Вениамин Кондратьев. На совещании Владимир Устинов отметил, что в последнее время в округе реализуются крупные проекты. Строят переход через Керченский пролив, идет подготовка инфраструктуры к чемпионату мира по футболу. Но вместе с тем, состояние некоторых дорог оставляет желать лучшего, а количество жалоб автомобилистов постоянно растет. Можно говорить о неудовлетворительном состоянии региональных и муниципальных автомобильных дорог. Более половины от общих их протяженностей нуждаются в ремонте. По состоянию на 1 июля 2016 года в округе требуется ремонт, в том числе капитальный, более 69 тысяч километров дорог регионального и местного значения. На Кубани все основные дороги ведут к главным портам страны и курортам края, отметил в свою очередь Вениамин Кондратьев. И транспортный поток с каждым годом увеличивается. Например, загрузка трассы М4 Дон в пик сезона доходила до 68 тысяч автомобилей в сутки, при том, что ее пропускная способность всего 14 тысяч. По мнению главы региона, нужен комплексный подход к решению этого вопроса. Обращаясь к замминистра транспорта России, Вениамин Кондратьев говорит о необходимости создания альтернативных маршрутов. Мы опять всех загоняем на М4 Дон. Ну не может М4 Дон выдержать сегодня этот поток. А кроме того, мы делаем его шикарный и красивый. Мы доезжаем до джутки, а там мост, который его нога всех загоняет в одно узкое горлышко. Ну опять профанация, давайте понимать. Атернативные дороги должны быть. Надо посчитать и посмотреть, когда, в какой момент времени мы должны будем это, сможем это сделать. Ну, коллеги, надо понимать, что мы ее можем без конца ладать, реконструировать, что с ней делать. Ну, тут должны быть комплексные, системные решения. Или на самом деле капитальные, начали сказать, реконструировать старые дороги или делать новые. Ну, просто взять эту тему, как бы, оставить с точки зрения каких-то действий, которые не будут результативными. Это будет просто пустая трата денег. И профанация того, что мы на самом деле пытаемся разгрузить вот этот сумасшедший поток. Так, разгрузить М4 Дон позволит реконструкция автомагистрали Майкоп-Туапсе, считает Вениамин Кондратьев. А создание еще одного подъезда к Сочи даст толчок к новому развитию курортов. Глава региона на совещании также поднял вопрос о передаче дороги Краснодар-Славенск на Кубани-Тимрюк в федеральную собственность. Обсудили и финансирование строительства дальнего северо-западного обхода краевой столицы. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Доступное кредитование кубанцев и поддержка стартапов. Эти вопросы Вениамин Кондратьев сегодня обсудил с руководством Российского национального коммерческого банка. В частности, навстречу речь зашла о дальнейшем развитии Краинвестбанка. Ранее РНКБ стал его инвестором. Для Кубани сегодня это одна из ключевых кредитных организаций. Сейчас там обслуживается около 450 тысяч кубанцев. Как отметил глава региона, важно, чтобы банк оставался надежным партнером края, который в дальнейшем будет поддерживать приоритетные для Кубани отрасли – туризм, АПК и промышленность. Больше зимовать впустую частные мини-отели не будут. Такую задачу поставил глава города Анатолий Пахомов. Он на планерном совещании рекомендовал заполнять туристами в зимний период не только крупные отели, но и мини-гостиницы. Сегодня их руководителей пригласили в администрацию города. В Сочи, естественно, должен привлекать туристов не только солнцем, морем и снежными горами, но и событийными мероприятиями. А в городе их проходит множество. Но, к сожалению, событийный туризм в малых средствах размещения развит слабо. Поэтому туристические агентства просят работать активнее, предлагая гостям останавливаться в межсезонье в частных мини-отелях. Одна из основных причин – это то, что по традиции, по привычке, как бы все привыкли, что летом туристы и так приезжают, отели летом зарабатывают, а зимой они благополучно закрываются и зимуют, мягко говоря. Вот нас эта ситуация не устраивает, именно поэтому мы сейчас хотим организовать такое взаимодействие между туроператорами и мини-отелями, в рамках которого они бы загружались в том числе и зимой. Многие жаловались, например, хозяйка одного из частных отелей и меритинки, что даже на новогодние праздники заполняемость только 20%. Что же необходимо современному туристу зимой в Сочи, какие предлагать услуги и чем его заинтересовать, обсуждали сегодня представители городской администрации, турагентств и владельцы частного сектора. Почему бы туроператорам не сделать рекламные туры по малым отелям? Почему бы не показать эти возможности города? Потому что я считаю, что у малых отелей есть свой клиент, который до них не доходит. Туроператоры высказали свои предложения относительно зимней загрузки. Частники свои получился совместный, достаточно профессиональный диалог. Городу в данном случае выгодна эффективная работа обеих сторон. Одни привезут в Сочи больше туристов, другие заработают больше денег и пополнят казну курорта налогами. Гелена Вситцин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». За каждой детской площадкой закрепят ответственного. Такое решение было принято накануне на сходе граждан в микрорайоне Бытха. Его провел первозаместитель главы города Мугдин Чермит. Желающих задать вопрос было много, поэтому по инициативе первого заместителя главы города Мугдина Чермита встречи с жителями будут проводиться. Теперь регулярно. Я пришла, конечно, по проблемам и своих инвалидов, и собственного микрорайона Бытха, в котором я живу уже много лет. Меня это, конечно, глубоко волнует. И вот сегодня мы будем решать здесь кое-какие вопросы. Речь шла и о благоустройстве Бытхи. Жители хотели бы видеть свой микрорайон чистым, но никто не следит даже за теми детскими площадками, которые были год назад обустроены на средства депутатов. Мугдин Чермит отметил, у любого объекта должен быть хозяин. Лавочки разграблены, значит, несмотря на то, что ограждение есть, и, казалось бы, доступ не каждому есть. Но, тем не менее, лавочки разграблены, пивные бутылки валяются семечками, налузгано. Поэтому давайте так договоримся. Мы делаем площадки и спортивные, и детские, тогда, когда будем понимать, что есть вот такой управляющий домом или вот такая управляющая компания, которой мы вручим эту детскую площадку, и она будет за нее отвечать. Поговорили и о мусоре. Контейнерные площадки будут теперь находиться не на проезжей части, а во дворах жилых домов. Сделано это для того, чтобы в баке для бытовых отходов посторонние люди, в том числе и недобросовестные предприниматели, не сваливали строительный мусор. Его необходимо вывозить отдельно, соответственно, и оплачивать дополнительно. А с мусором на придомовых территориях жителям предложили начать борьбу уже в следующую субботу. В случае 24 декабря состоится общегородской субботник. Тысячи кустов фатиний, декоративной жимолости, кипарисов, берючины, а также пальмы, сосны, эвкалипты. Эти растения добавят зеленых красок в курортный пейзаж Сочи. Но главный акцент на устройстве зеленых изгородей. Они появятся на 18 улицах города. Улицу Ромашек теперь можно называть улицей Фатиний. Ромашки здесь, на пути, ведущем к морю, вряд ли когда-то росли. А вот кустарников с эффектной багряной порослью теперь больше 2000 штук. Растения после того, как приживутся, будут сформированы в зеленую изгородь, отделяющую пешеходную часть от проезжей. Также могут подумать местные жители и о переименовании улицы Калинина. Там вместо затоптанного газона теперь будет зеленый ковер жимолости блестящий. На то, чтобы озеленить улицу, рабочим потребуется пару дней. До тысячи укорененных кустов в сутки. Производительность бригады. Укореная. Выкапываем лунки. Пол лопаты на лопату. Подсыпаем землю чернозем. Подходим. И усаживаем. Ровно в шах потом приятный. А на улице Демократической напротив храма высадили не только зеленую изгородь. Здесь появятся целые композиции из кустарников бересквета японского. Туи и берючины. Укоренившимся растениям придадут форму. И вскоре газон будет напоминать живую картину, написанную в сочных оттенках зеленого. Кстати, при выборе растений предпочтение отдается неприхотливым и адаптированным к сочинскому климату видам. Посадочный материал, который очень хорошо адаптирован для нашего региона, очень хорошо себя зарекомендовал в предыдущие годы. И самое главное достоинство – неприхотлив, устойчив к болезням, устойчив к каким-то легким заморозкам. И очень хорошо поддаются формовочные и декоративные обрезки. Помимо устройства живых изгородей, в Сочи высаживают и крупномерные деревья. Озеленители стараются вписывать их в уже существующий ландшафт, учитывая ареал произрастания. Именно поэтому на набережной в Олимпийском парке теперь дополняют морской пейзаж крымские сосны, эвкалипт, декоративные маслины. Корневую систему саженцев не беспокоят, поэтому растения не болеют после пересадки. Главные условия хорошего роста – удобренная почва, полив и уход. А вот помешать формированию живых изгородей могут только любители легкой наживы. Воровство уличных насаждений на курорте пока процветает. Ольга, 10-го, телекомпания, ФКТ. К другим новостям. Сегодня на улице Черноморской в машине нашли застреленных мужчину и женщину. Причина смерти – огнестрельное ранение в голову. По информации следователей, убита 38-летняя жительница Сочи и 45-летний гражданин Абхазии. Причины и обстоятельства в данный момент выясняются. По сообщениям же ряда СМИ, предположительно, мужчина убил подругу, а затем застрелился сам. Эту версию также рассматривают следователи. И продолжаем. В Сочи раскрыто разбойное нападение. В дежурную часть Татлерского района поступило сообщение от администратора Авиа-ЖДКС о том, что двое неизвестных ворвались в помещение и, угрожая пистолетом, похитили 15 тысяч рублей. Полицейские опросили потерпевшую, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения. Удалось установить местонахождение подозреваемых и вскоре задержать их. Двое ранее судимых приезжих 20 и 30 лет в кабинете следователя признались всодеянным. При совершении разбойного нападения ими было использовано в качестве оружия преступления, пневматический пистолет, под угрозой которого они завладели суммой 15 тысяч рублей. Похищенные деньги потратили на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В настоящее время подозреваемые арестованы. Ведется следствие. Сочинские медики проводят экспресс-обследование школьников. Врачи Центра здоровья уже посетили ряд образовательных учреждений Центрального района. Сегодня профилактическая акция «Академия здорового ребенка» прошла в 24-й школе. В зимний период шанс получить вирусное или острое респираторное заболевание увеличивается в разы. Особенно в местах, где большое количество людей – автобусы, детские сады и школы. Каждый родитель старается поддерживать здоровье своего ребенка, дает противовирусные препараты, заранее делают прививки. А вот что касается физиологических заболеваний, не вирусных, то без обследований выявить то или иное нарушение в работе органов довольно сложно. Поэтому по инициативе Сочинского управления здравоохранения был дан старт акции «Академия здорового ребенка». Из 400 детей, почти 400 детей, которых обследовали они, все же у нас есть такие неприятности, как 5% повышенное артериальное давление, 4% повышенный уровень холестерина, 12% детей имеют проблемы с лишним весом и с неправильным питанием. То есть достаточно такой старт серьезный, надо с этим бороться. А борются с этим врачи Центра здоровья. Специалисты проводят экспресс-обследования учащихся с 5 по 11 классы. Проводят общий осмотр, берут анализы крови, проверяют дыхательную систему и делают кардиограмму. Кроме того, консультируют по принципам здорового питания и образа жизни. Если есть возможность, то уделить, пожалуйста, отдыху обязательно. 40 минут, час. Это может быть либо сон, либо прогулка на свежем воздухе. Такое экспресс-обследование уже прошло в четырех школах. В каждом учреждении образования специалисты принимают в среднем по три дня. Сегодня в 24-й школе свое здоровье проверяли ученики 9-х и 10-х классов. Необходимо, чтобы узнать, есть ли какие-то проблемы со здоровьем человека. Возможно, он об этом не знает, но именно благодаря этому обследованию он узнает о своих, возможно, неизвестных болезнях. До конца года специалисты проведут экспресс-обследование учащихся порядка 10 школ. После этого в образовательных учреждениях в рамках этой акции планируется проводить уроки здоровья для школьников, их родителей и педагогов. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Пять лучших воспитателей Сочи вышли в финал городского конкурса «Воспитатель года». Он состоялся на курорте сегодня. Заявки на участие в конкурсе подали 35 педагогов из дошкольных учреждений города. Ну а в финал вышли всего пять воспитателей из 9-го, 19-го, 84-го, 86-го и 117-го детских садов. Они успешно прошли два этапа – эссе на тему «Я педагог» и творческую презентацию «Мой педагогический опыт». Ну а в финале конкурса лучшие воспитатели приняли участие в импровизированном конкурсе «Профессиональный разговор», провели мастер-классы и творческую самопрезентацию. Конкурс проводится с целью распространения педагогического опыта лучших воспитателей города и внедрения новых педагогических технологий в систему дошкольного образования. Профессиональные конкурсы – это замечательный стимул для того, чтобы повысить свою компетенцию. Мы проводим конкурсы учитель года, психолог года, директор года, конечно же, воспитатель года. Это первый человек, который приходит к детям, который дарит свое сердце тепло, учит доброте. И, конечно же, этот человек должен очень любить свою профессию. В итоге победителем конкурса стала Людмила Олейник, воспитатель 86-го детского сада. Она будет представлять сочинскую систему дошкольного образования на краевом конкурсе «Воспитатель года Кубани-2017». Руководители сочинских гостиниц и ресторанов сегодня встретились с президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым. В ходе встречи обсудили главные проблемы, которые сегодня осуществуют в отрасли. Что это за проблемы и как Игорь Бухаров сегодня оценивает сервис в Сочи, расскажем в нашем следующем сюжете. В зале руководители менеджера и управляющие сочинских гостиниц, отелей, кафе и ресторанов, как сетевой, так и малый бизнес. В президиуме представители Федерации рестораторов и отельеров России. Главный спикер Игорь Бухаров. Президент Федерации подобные встречи проводит по всей стране. Он только вернулся из Якутска, а уже запланированы подобные мероприятия в Челябинске и Санкт-Петербурге. В Сочи Бухарова очень ждали, говорят представители индустрии гостеприимства. Ведь местное сообщество рестораторов и отельеров сегодня как никогда заинтересовано в развитии. Прошедший год показал, что с одной стороны мы видим всплеск интереса к городу Сочи, причем не только в июле-агусте, а в целом по году. С другой стороны, такой рост потока, он влечет за собой достаточно серьезные проблемы, которые нужно переводить задачи и решать. Как говорит Бухаров, вне зависимости от того, в какой части страны расположен тот или иной ресторан или отель, есть общая проблема – это персонал. Индустрия гостеприимства испытывает дефицит качественных кадров, специалистов, хорошо обученных и имеющих желание совершенствоваться. Волнуют ательеров и рестораторов и вопрос взаимодействия бизнеса и чиновников. Ну а что касается уровня сервиса в Сочи, Игорь Бухаров отметил хороший рост в сравнении с 2008 годом, когда он здесь был в последний раз. Я могу сказать, что прогресс виден. Вчера вот мы посещали Красную Поляну, я заметил, что и в отелях, и в ресторанах все улыбаются. Это было очень удивительно. Все. И все здороваются. Вот. И поэтому самый важный момент, когда вы уже готовы к тому, чтобы принять большое количество гостей, я вижу, что это готовые люди, самое главное в этот момент как раз продолжать улыбаться и быстро обслуживать. Одним словом, подчеркнул Игорь Бухаров, отели и рестораны должны делать все для того, чтобы гость хотел вернуться. И не просто сам, а порекомендовать то или иное место своим знакомым и друзьям. Ну а для сочинской индустрии гостеприимства это и вовсе сверхзадача. Ведь от того, как много гостей будут выбирать для отдыха Сочи, зависит не только развитие их бизнеса, но и дальнейшее развитие курорта в целом. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. На сегодня все, завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошивштор на заказ. Партнер выпуска новостей – бизнес-центр «Грант». В одном месте представлены материалы для отделки стен, напольные покрытия, мебель, климатическое оборудование и многое другое. Ну а все новости уже на нашем сайте. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.